На сегодняшний день гвоздика является достаточно распространенной приправой к многим блюдам, поэтому ее с легкостью можно найти практически у каждого человека дома на кухне. Сама по себе гвоздика представляет нераскрывшиеся бутоны тропического дерева из рода миртовых, из-за чего еще несколько десятков лет назад эта пряность считалась атрибутом роскоши. Еще издавна гвоздику использовали не только для придания специфического аромата в кулинарии, но и ее активно использовали в медицине, парфюмерии и даже в различных эзотерических обрядах. Так почему же гвоздика так ценится во многих направлениях? И зачем надо ее включать в свой рацион? Принесет ли это пользу для организма или же она окажется невероятно вредной? Ответы на эти вопросы мы и разберем дальше. И перед тем, как перейти непосредственно к ответам, мы рекомендуем вам подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе всех новых и интересных видеороликов. Сами бутончики гвоздичного дерева содержат в своем составе невероятно большое количество витаминов и биоактивных веществ. Например, содержание витаминов групп В, А, Е, С и К и таких минералов, как магний, калий, натрий, цинк, медь, железо и различные эфирные масла могут способствовать укреплению иммунитета организма и улучшению его общего состояния. Однако рассматривать гвоздику в качестве единственного источника витаминов и минералов все же не стоит, поскольку ее употребление ограничивается небольшими дозами. Помимо этого, в гвоздике содержатся дубильные вещества, тонизирующие и укрепляющие иммунитет, флавоноиды, помогающие справиться с быстрой утомляемостью и слабостью. Они также способны бороться с хрупкостью капилляров, воспалительными заболеваниями желудка и кишечника. В составе гвоздики находятся и стерины, которые обладают противомикробным и противовоспалительным действием, и клетчатка, способная помочь очищению организма от вредных веществ, и протеины, повышающие защитные силы организма и налаживающие обменные процессы. Поскольку гвоздика обладает бактерицидными свойствами, способна бороться с грибками и вирусами, выводить токсины и нормализовывать работу нервной системы, она является практически универсальным средством для улучшения всех систем организма, оказывая на них положительный эффект. Но на этом действие гвоздики не заканчивается. Помимо перечисленных функций, приправа имеет выраженное обезболивающее и спазмолитическое действие. А витамин С, содержащийся в составе гвоздики, способствует укреплению иммунитета и улучшению состояния стенок кровеносных сосудов, и хрящевой ткани. Витамин К влияет на стабилизацию и улучшение кровотворной функции, а также оказывает положительное действие на работу печени, желчного пузыря и почек. Витамин В6, в свою очередь, способствует улучшению памяти. Также он способен контролировать уровень глюкозы в крови, что невероятно важно для людей, болеющих сахарным диабетом. Особенно полезна гвоздика для женщин. Еще с древних времен ее применяли при лечении различных гинекологических заболеваний, поскольку ее регулярный прием способствует восстановлению менструального цикла, облегчает предменструальный синдром и даже нивелирует симптомы климакса. Кроме этого, приправа положительно влияет на стабилизацию и гармонизацию эмоционального состояния женщины. Гвоздика положительно влияет не только на женский организм, но и на мужской, поэтому нельзя не сказать о пользе этой специи для сильной половины человечества. Поскольку гвоздика является природным афродизиаком, она способна улучшить потенцию и помимо этого является прекрасным средством для профилактики простатита. Кроме того, гвоздика способствует снятию напряжения с мышц и стабилизации давления, поэтому после физических нагрузок рекомендуется употребить специю. Гвоздику можно давать даже детям, однако строго старше 3 лет, поскольку в меньшем возрасте она способна вызвать аллергию, что может привести к серьезным последствиям. Если же ребенок старше 3 лет, то прием гвоздики будет полезен для него в первую очередь благодаря иммуномодулирующим свойствам приправы, за счет чего будет формироваться крепкий иммунитет. Также гвоздика обладает противопаразитарными свойствами. Однако прием гвоздики не всегда приносит только пользу, поскольку она может способствовать повышению артериального давления. Из-за этого ее прием в пищу не рекомендуется людям с гипертонией и серьезными нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы. Поскольку приправа способна разжижать кровь, ее прием не рекомендуется и во время менструального цикла, так как в результате этого возможно усиление кровотечения. Также в зависимости от кислотности желудка гвоздика может оказывать как положительное, так и негативное влияние. Например, поскольку эта специя стимулирует аппетит из-за большого содержания в ее составе эфирных масел, при пониженной кислотности желудка гвоздика показана к употреблению. В случае же, если кислотность желудка повышена, ее употребление не рекомендуется, либо же ее можно принимать, но только в ограниченных количествах. Поскольку гвоздика обладает столь большим количеством полезных свойств, она стала востребованной и в народной медицине. Ее польза особенно прослеживается при расстройствах желудочно-кишечного тракта, панкреатитах, сахарном диабете, воспалениях в ротовой полости, кожных высыпаниях и других заболеваниях. Для более эффективной терапии рекомендуется покупать и использовать высушенные бутоны, а не уже готовую молотую гвоздику. Так, например, она активно используется в качестве профилактики и лечения респираторных заболеваний. В зависимости от тяжести заболевания, существует несколько способов употребления гвоздики. В случае, когда заболевание сопровождается кашлем, рекомендуется приготовить лекарство, в составе которого будет 1 столовая ложка гвоздики и такое же количество меда. Ингредиенты смешиваются между собой, после чего к смеси добавляется столько же воды. Затем все следует перемешать и поставить в холодильник на ночь. На утро убираем гвоздику из меда, а сам мед требуется принимать по 1 чайной ложке 3 раза в сутки. Если же заболевание сопровождается насморком, в таком случае рекомендуется взять 25 грамм сушеной гвоздики, залить ее одним стаканом воды, прокипятить не менее 2 часов на медленном огне, после чего отвар требуется остудить. После этого можно начинать делать ингаляции, при этом необходимо дышать над теплым паром 5-7 минут. Когда заболевание проявляется появлением боли в горле, следует растереть 4 цветка в порошок, залить стаканом кипящего молока и настоять 10 минут. Прием такого лекарства рекомендуется в горячем виде, при этом необходимо пить небольшими глотками, обязательно задерживая напиток во рту. Гвоздика используется и для улучшения пищеварительного процесса. Так, например, она способствует положительной работе пищеварительного тракта, действует как витрогенное средство, убирает спазмы и воспалительные процессы в органах желудочно-кишечного тракта, повышает аппетит и убирает тошноту, рвоту и отрыжку. Для этого рекомендуется всего лишь разжевать 2 бутона гвоздики с 1 чайной ложкой меда за 15 минут до еды. При тошноте и рвоте, можно измельчить 3 бутона гвоздики и смешать с медом, после чего готовую смесь требуется положить на язык и держать во рту до полного растворения меда. Так сколько же гвоздики можно принимать для улучшения общего состояния организма? Врачи рекомендуют начинать с 1 бутончика гвоздики утром натощак за 30 минут до еды, после чего дозу можно увеличить до 2 бутончиков утром, или же 1 бутончика утром и 1 вечером. Уже через несколько недель вы сможете заметить невероятные изменения, происходящие в вашем организме. Так, например, укрепится иммунитет, благодаря большому содержанию витамина С в специи, который является барьером против патогенов и окислительного стресса. Разжевывание гвоздики способствует и улучшению здоровья ротовой полости, благодаря тому, что антимикробные и антибактериальные свойства в совокупности с противовоспалительными свойствами обеспечивают снижение образования зубного налета. Также уменьшается риск возникновения гингивита, стоматита и других заболеваний полости рта. Также укрепится здоровье печени из-за содержания эвгенола, который способен защитить печень от повреждений и противодействовать признакам цирроза печени. Регуляция уровня сахара в крови и улучшение пищеварения тоже являются важными составляющими общего здоровья организма. Употребление гвоздики может даже предотвратить рост опухоли и укрепить и восстановить костные ткани, благодаря наличию в своем составе этилоцитатного экстракта и большого количества минералов, а именно марганца, кальция и магния. Живать гвоздику можно и худеющим людям, поскольку ее употребление может поспособствовать уменьшению жира, расположенного в области живота, снизить массу тела и жир в печени. Несмотря на столь обширный круг действия гвоздики, к сожалению, ее употребление разрешено не всем. Существует ряд противопоказаний, в числе которых аллергия, беременность и кормление грудью, повышенная кислотность желудка или даже язва желудка. Людям, имеющим в анамнезе артериальную гипертензию, также не рекомендуется жевать гвоздику. Таким образом, гвоздика – это не только душистая пряность, которая активно используется в кулинарии, парфюмерии и многих других отраслях, но и способ лечения некоторых заболеваний и их возможная профилактика. Также при помощи регулярного употребления гвоздики можно добиться улучшения общего состояния организма, укрепления и стабилизации работы органов и их систем. Эта приправа способна вылечить различные воспаления – зубную, головную и другие виды боли, укрепляет иммунитет и способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта. При ее правильном применении польза гвоздики невероятна и неописуема, однако при неправильном употреблении возможны различные последствия и нанесение серьезного вреда организму. Однако все же перед употреблением этого продукта рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом, поскольку он может выявить возможные противопоказания для применения гвоздики.